Друзья, ставьте лайки и оставляйте комментарии, мы начинаем. Эмилия Карловна Мусина Пушкина, урожденная Шернваль, почти девочкой влюбилась в ссыльного декабриста Мусина Пушкина, содержавшегося в Выборгской крепости, комендантом которой был ее отец. Она вышла замуж за государственного преступника и совершенно неожиданно для себя стала женой графа, наследника древнего богатого аристократического рода. Родня Владимира Алексеевича все же сумела добиться для него прощения. Графиня Мусина Пушкина была одной из красивейших женщин петербургского света. Когда она и ее сестра Аврора появились в Петербурге, их стали называть финляндскими звездами, все светило побледнели перед ними, как писал о них современник. Смирнова рассказывала об Эмилии, что в Петербурге произвели фурор ее белокурые волосы, ее синие глаза и черные брови. Сестра Эмилии Аврора, жена владельца уральских заводов Демидова, была очень красивой женщиной и предметом всеобщего обожания. Сологуб писал, Аврора Карловна Демидова считалась и была на самом деле одной из красивейших женщин в Петербурге. Многие предпочитали ей ее сестру. Став женой очень богатого и гермейстера Демидова, Аврора являлась на балы в светлых декольтированных облегающих платьях с единственным украшением на великолепной груди, баснословным по красоте бриллиантом стоимостью до миллиона рублей. Сестры, особенно младшие, были основными соперницами по красоте Натальи Николаевны Пушкиной. Пушкин подразнивал жену и спрашивал в письме. Счастливо ли ты воюешь со своей однофамилицей? Среди ее многочисленных поклонников оказался и Лермонтов. Поэт восхищался красотой Эмилии Карловны, посещал ее дом. Сологуб свидетельствовал, что в то время он страстно был влюблен в графиню Мусину Пушкину и следовал за нею всюду, как тень. Рядом с нею Тургенев впервые увидел Лермонтова. Он поместился на низком табурете перед диваном, на котором, одетая в черное платье, сидела одна из тогдашних столичных красавиц, белокурая графиня, рано погибшая, действительно прелестное создание. На Лермонтове был мундир лейб-гвардии гусарского полка. Он не снял ни сабли, ни перчаток, и, сгорбившись и насупившись, угрюмо посматривал на графиню. Об отношении Мусиной Пушкиной к Лермонтову красноречиво говорит шуточный экспромт, посвященный ей поэтам. Графиня Эмилия А. Белее, чем Лилия. Стройней ее талии. На свете не встретится. И небо Италии. В глазах ее светится. Но сердце Эмилии. Подобно Бастилии. Судьба Эмилии Карловны была незавидной. Владимир пристрастился к азартным играм и однажды проиграл крупную сумму. Экономические трудности семьи росли, затраты намного превышали доходы. Денег не хватало, их поступало на счет недостаточно даже от больших имений. Долговая ноша Владимира росла и к 1856 году составила около 700 тысяч рублей. Во время страшной эпидемии Тифа Мусина-Пушкина бесстрашно ухаживала за больными крестьянами и, заразившись, умерла в возрасте 36 лет. Сологуб писал, графиня Мусина-Пушкина умерла еще молодою, точно старость не посмела коснуться ее лучезарной красоты.